Всем большой привет! Меня зовут Валерия Головенкина, я художник-коррелист, и сегодняшнее видео будет посвящено арт-мошенникам. Я хочу рассказать вам о новой схеме арт-мошенничества, рассказать о том, как не попасться на уловки арт-мошенников, и также мы частично поговорим об обмане художников в сфере NFT. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также поделитесь, пожалуйста, этим видео со своим знакомым художником, чтобы он тоже знал, как не попасться на уловки мошенников. Оставьте, пожалуйста, несколько комментариев, чтобы это видео поднималось выше в алгоритмах Ютуба, и чтобы оно рекомендовалось большему числу зрителей для просмотра, потому что тема очень актуальная, и я бы хотела, чтобы как можно большее количество художников знало о вероятных возможностях обмана, и было этим знанием вооружено. Ну а мы давайте начинать. Итак, все по порядку. В мой инстаграм, кстати, кто не подписан, подписывайтесь, в директ постучалась милая женщина, назовем ее Анна, с очень интересным предложением. Она пишет о том, что ей понравились мои работы, и она ищет художника, который мог бы нарисовать ей от 5 до 20 работ с бюджетом 15-20 тысяч евро. Она просит связаться с ней на почту, так как в инстаграме из-за работы она бывает редко, и ждет моего ответа. Честно говоря, я сразу поняла, что это мошенничество, я поняла, что это развод. В конце этого видео я расскажу по каким именно признакам. И признаюсь вам, сначала я закинула ее в блог, и чуть было не удалила это сообщение, но потом, немножко подумав, я решила, что это классный кейс, это классный случай показать вам, как именно вас могут обмануть. Я написала этой женщине на указанную почту, что, мол, так и так, я готова выполнить для вас работу, проясните, пожалуйста, техническое задание. В ответ я получила длинное-длинное письмо с какой-то массой лести, массой абсолютно ненужной информации о том, как она рада, о том, как она гордится работать с таким художником, как я. Но в этом, на первый взгляд, не очень важном таком пустяковом письме содержалась очень важная деталь. Она пишет о том, что, к сожалению, не может связаться со мной по видеосвязи. Ну, ей никто не предлагал, как бы, ну ладно. В ответном письме я прошу ее поточнее рассказать мне о том, что же именно она хочет от меня, как от художника, получить. Может быть, копию Айвазовского в оригинальном размере? Ну, правда. В конце концов, она присылает мне референс. Вот он. Я прошу вас запомнить его, потому что в дальнейшем нам это очень пригодится. И также она обещает 50% предоплату. Я сразу хочу прояснить тот нюанс, что я не собиралась рисовать для нее. И на этапе согласования и перевода предоплаты я планировала отказаться. Признаться, я думала, что развод меня ожидает на схеме оплаты. Ну, вы наверняка знаете эту старую схему, когда вам пишет клиент, говорит, что ему так нравятся ваши работы. Он очень долго выбирает, подбирает оформление, консультируется с вами и предлагает оплатить через PayPal. На этапе перевода денег он просит вас назвать ему код из смс-ки, посланный на ваш номер. Он может даже вам прислать какие-то скрины со страниц PayPal, мол, вот, требуется код. Ну, а дальше я думаю, что вы догадались. Вы называете код, в вашем аккаунте PayPal меняется пароль, и все деньги с вашей карты, которая привязана к аккаунту PayPal, либо списываются в неизвестном направлении деньги, либо на эти деньги покупаются различные дорогостоящие товары на сайтах интернет-магазинов. Но я ошибалась. Это не тот случай, и ставки здесь гораздо выше. Я предложила Анне провести заказ через онлайн-галерею Artfinder. Таким образом, я была бы защищена как исполнитель от того, что мой заказ не понравился уже после выполнения. Мне бы точно перевелись деньги, а Анна со своей стороны была бы защищена как покупатель. То есть, я бы не кинула ее, не скрылась бы в неизвестном направлении с этими деньгами, потому что онлайн-галерея переводит деньги только после того, как покупатель получает заказ. Анна присылает мне очень длинное и запутанное письмо, в котором вдруг начинают появляться особые требования к файлу, хотя вроде как в прошлом письме мы договорились о том, что всю диджитализацию моей работы она возьмет на себя. С другой стороны, к моей работе нет рамок, вы можете использовать любые техники, средства, любых животных рисовать вот в таком вот виде, как она предложила. Но при этом же вроде как она под каждую иллюстрацию, под каждую работу планирует вводить, внедрять какие-то свои смыслы, свои пожелания. Ну, короче говоря, непонятно. То ли полная свобода, то ли делай то, что я тебе скажу и не шагу в сторону. Дальше следует предложение оплатить мою работу в криптовалюте, так как Анна хранит в ней все свои деньги и работает в сфере NFT. Это, кстати, тоже очень важно. Я понимаю, сейчас может все казаться очень запутанным, но буквально через пару минут все станет понятно. Анна предлагает мне зарегистрировать кошелек на указанной ею платформе и предлагает несколько валют для оплаты. Причем, обратите внимание, она пишет как продажник, закрывая все возможные возражения. Пишет о том, что это удобно, безопасно, что есть несколько площадок для конвертации этих валют. Ну и не забывает надавить на страх потерять клиента и немножечко надавить на жалость. Я храню все свои деньги в криптовалюте и у меня закончился лимит вывода средств в этом месяце. Скажу честно, я не ожидала такого поворота с событий в NFT. Я разбираюсь очень мало в криптовалюте, еще меньше, поэтому пришлось напрячь все силы, пришлось углубиться в эту тему. Большое спасибо Гуглу. Но также я хочу сказать большое спасибо моей подписчице Марине, которая помогла мне во многом в этой сфере разобраться. Когда я написала о том, что я готовлю этот выпуск и ищу человека, который мог бы мне помочь, я получила отклик от вас, который говорил о том, что не все разделяют эти две сферы. Поэтому перед тем, как мы продолжим наш рассказ дальше, давайте мы разберемся с понятиями. NFT это условная вещь, понятно, что виртуальная, работающая по своим законам, то есть то, что можно купить. Криптовалюта это условные деньги, за которые мы можем купить не только NFT, но и что-нибудь еще. У нас есть виртуальный товар и виртуальные деньги. Почему люди покупают NFT? Некоторые потому, что эта сфера сейчас набирает большую популярность и люди рассматривают это как вклад, особенно в работы очень знаменитых художников, с расчетом на то, что их можно будет потом выгодно перепродать. Другие люди покупают NFT, потому что это дает им некое ощущение принадлежности к определенной сфере. Ну, к примеру, в бизнес-среде это модно, все мои знакомые бизнесмены покупают NFT, я тоже буду покупать NFT, чтобы казаться крутым, казаться своим. В целом, сфера NFT это отдельная тема, мы о ней поговорим в другой раз, давайте мы продолжим нашу с вами тему арт-мошенников, раз уж мы разобрались, так сказать, с понятиями. В чем же состоит мошенничество, спросите вы? Тебе предложили довольно выгодные условия сделки, тебе предложили модную валюту, в чем дело? Что не так? Чтобы ответить на этот вопрос и выделить признаки мошенничества в вашем деловом предложении, давайте ответим на такие вопросы, как кто, что, как и зачем. Кто нам пишет? Кто наш заказчик? Абсолютно мертвый профиль с явно накрученными подписчиками. С первого же сообщения нам дают яркую эмоцию лезть и большую сумму денег, но при этом не забывают поставить условия. Если ты такой хороший и прекрасный художник, как я, тебя увидел и хочешь получить эту сумму денег, будь любезен, оправдай мои ожидания и сделай так, как я тебя прошу. Ну, напиши мне на почту. В письмах используется тот же самый прием, нам дают яркую эмоцию, нам сыплют модными интересными словами. NFT, криптовалюта, доллар, евро, биткоины, все вот так вот прямо сыпется, сыпется, сыпется. И при этом не забывают надавить на жалость. Я сижу на карантине, я не успеваю выполнить условия контракта. У меня плохой интернет, поэтому я не могу связаться с тобой по видео. У меня закончился лимит вывода денег. Да, и плюс еще такая нестыковка, что вроде бы она только что мне писала, что она редко бывает в Инстаграме из-за работы. Тут она резко на карантине оказывается, и при этом пишет четко одно письмо в день, и все. Вам не кажется странным то, что человек, у которого реально горят дедлайны, тратит неделю на то, чтобы льстить вам, говорить, какой вы классный художник, и как ему хочется работать с вами. Очень странно. И еще небольшой нюанс. Нам дают как бы такую мнимую заботу, что идти в банк опасно, что трогать наличные в период коронавируса тоже очень опасно, поэтому давай мы сделаем так, как я скажу. Дальше отвечаем на вопрос как. Как именно нам предлагается провести сделку? Как мы перешлем свою часть задания, и как мы получим оплату? Абсолютно непонятно, в каком виде мы собираемся отсылать свои работы. Это ссылка на диск, это прикрепленные файлы, или это оригиналы, и все-таки, как заявлялось, изначально вся диджитализация нашей работы будет выполняться заказчиком. Непонятно. Площадка, на которую нам предлагаются вывести деньги. Абсолютно мертвая, никому не известная платформа, на которой царит полная тишина и катается перекатиполис 2019 года, и на которой держат свои кошельки всего 80 человек. Абсолютно мертвые, непонятные соцсети. Бесконечный жонгляш валютами. Доллары, евро, биткоины, тетер. Непонятно. Нет контактов, нет лицензий. Да что там, сам Google не знает информацию об основателе всей этой площадки. С подобным методом оплаты связано довольно много рисков. Непонятно, в какой именно валюте вам выведутся деньги. Доллары, евро, биткоины, тетеры, или же гей-веллкоины. Ну, как бы название площадки намекает на то, что там операции проходят именно в этой крипте. А вы что-нибудь про эти гей-веллкоины слышали? Я лично нет. И те, с кем я консультировалась, тоже. То есть нам предлагают условно, давай ты сделаешь нам работу, а мы заплатим тебе нереальными деньгами, а, ну, скажем, листиками с дерева. Как в детстве. Также я узнала о таких вариантах машиничества. Пользователь заводит кошелек на указанной площадке, пользуется им, и как только на этом кошельке оказывается нужная сумма денег, эти средства пуф, и куда-то исчезли. Ни контактов, ни лицензии. А как ты будешь доказывать, что ты не осел? Либо же может возникнуть мошенничество с точками и запятыми. Представьте, вы договорились на то, что вам выведут тысячу девять, ну, чего-нибудь там. А по итогу вам выводится не тысяча, а один и девять тысячачных. То есть, спасибо, поработали практически бесплатно. Итак, мы переходим к ответам на самые интересные два вопроса. Что и зачем? Что мы собирались рисовать? И зачем? Как это могло бы быть использовано? Я не зря просила вас запомнить референс, потому что в NFT среде эта штука довольно известная, потому что недавно проект BoardApe и AchtClub сделали такой выпуск, сделали распродажу подобных артов, и всего за один час они собрали 90 миллионов долларов. Все, кто приобрел оригинальный NFT-арт, впоследствии получили еще один так называемую сыворотку, и купленная ими обезьяна начала меняться, она начала му-му-му-мутировать. То есть, это именно тот второй референс, о котором шла речь. То есть, этот такой мини-театр одного актера, мини-перформанс для вас одного. И более того, одна из этих мутировавших обезьян впоследствии была перепродана за 705 тысяч долларов. Здесь налицо очевидно попытка плагиата с помощью чужих рук и попытка продажи на хайпе подобного же рода произведения. Именно для этого нас просили сделать абсолютно любой арт, с абсолютно любым животным, абсолютно любым способом он мог бы видоизменяться и му-му-му-тировать. Главное, ты сделай нам две исходных картинки, а анимацию мы добавим сами. Я думаю, что здесь два пути. И нас хотят использовать в темную либо для наглого плагиата и заработка денег на хайпе этих самых обезьян оригинального проекта. И мы будем-то таким слепым орудием в руках этих заказчиков, абсолютно не подозревая, куда дальше будут идти наши работы. И я думаю, что это такая довольно откровенная пирамида, откровенный развод на деньги, потому что очевидно, что у площадки дела идут не очень. Скорее всего, какой-то период времени ее активно использовали, в нее вливались деньги, в нее приходили новые люди, но что-то пошло не так, она заглохла, деньги оттуда выманили, выбрали, выжили и бросили ее. И сейчас, наверное, на хайпе нового витка развития цифрового искусства, на хайпе NFT эту площадку пытаются воскресить, оживить, влить в нее новые силы, поэтому я думаю, что такая Анна, которая пишет, мне далеко не единственный заказчик, и не только мне одной, она прислала подобного рода сообщения. Я думаю, что мошенники пользуются тем, что в криптовалюте и в NFT разбирается довольно мало людей, а художников среди них еще меньше, и есть все шансы так или иначе еще и остаться должным, потому что за вывод криптовалюты тоже нужно будет заплатить. Поэтому, подытоживая первую часть этого видео, я хочу призвать всех авторов, если вы не очень сильно разбираетесь в криптовалютах, отклоняйте по подобного рода предложения. Теперь я хочу поговорить об обмане художников в сфере NFT. Не так давно у Кати Кукуанасовой выходило видео с упоминанием подобного случая. Все ссылки я оставлю в описании этого видео. Там упоминался случай, что художница абсолютно случайно обнаружила, что ее искусство перепродают без ее ведома в цифровом виде, и началась долгая борьба за отстаивание своих прав. На Западе, к сожалению, это уже стала очень распространенной практикой, особенно у знаменитых художников, которые пока еще не работают в NFT-сфере. Особенно сильно это касается тех, кто работает в диджитале, тех, кто рисует комиксы, тех, кто создает видео-арт. Поэтому некоторые художники даже стали удалять свои работы из публичного доступа, либо делать такую плашку рядом со своим официальным аккаунтом, что они не продают NFT. Либо же они конвертируют сразу все свои произведения в NFT, и им приходится осваивать эту сферу для того, чтобы деньги не уплывали мимо них. Проблема в том, что NFT-сфера никак не отрегулирована. Никаким образом не защищено авторское право в интернете. Я тоже нашла несколько статей на эту тему, я оставлю все ссылки тоже в описании. Конечно, все площадки проверяют продавцов, но эта проверка не всегда надежная, потому что мошенникам зачастую удается получить статус верифицированного продавца. И художнику, а автору, истинному автору в таком случае очень сложно отстаивать свои права. Подведем общий итог этого видео. Первый совет, который мне хотелось бы дать на тему того, как распознать мошенников, это смотрите на заказчика. Подмечайте такие нюансы в его сообщениях, как давление на жалость, как выставление условий, как слишком подробный такой прямо вот продажный текст для того, чтобы прогнуть вас под свои условия. Если вам кажется ненадежным способ передачи результатов вашей работы или перечисление вам оплаты, то лучше отвергать такое предложение. Второй совет, не соблазняйтесь большими суммами, модными словами, модными понятиями и также непонятными понятиями и терминами, которые могут казаться вам выгодными, интересными, там всякие предложения, инвестиции, новые площадки, новые валюты. Не ведитесь на это. Третий совет, проверяйте ТЗ и требуйте предельной четкости. Проверяйте референс по поиску по картинке. Не пытаются ли вас втянуть в обман или в какой-то плагиат, сделанный вашими руками. Помните про авторские права. Если вы не заключали договор о передаче авторских прав, то они остаются у вас. Также в этот пункт я бы добавила такой небольшой подпункт, который бы звучал как следите за коллегами. То есть понятно, что невозможно уследить за абсолютно всеми новыми художниками, за всеми новыми тенденциями на рынке, но плюс-минус знать, что происходит в вашей сфере нужно. Четвертый совет, используйте надежные методы оплаты и перевода денег. Если есть возможность провести сделку через онлайн-галерею или какую-то торговую площадку, такую как Etsy или что-нибудь подобное, непременно воспользуйтесь ею. Ни в коем случае не пытайтесь с наскоку прямо так быстро, экстренно разобраться в тех площадках или в тех валютах, которые вам предлагают, если вы в них совсем ничего не понимаете. Пятый. Не ведитесь на уступки или на требования в страхе упустить клиента или потерять деньги. Если хоть что-то из предложенного заказчиком кажется вам подозрительным или как-то так, даже знаете, вы вроде бы в этом ничего плохого не видите, но внутри как будто что-то вас так подцарапывает, что что-то вот, что-то не то, вот как-то вы чувствуете прям, что что-то, что-то здесь не чисто, что-то это очень странно. Не стесняйтесь, сразу скажите об этом. Если же покупатель адекватный и честный, то вы непременно при помощи диалога найдете то решение, тот компромисс, который устроит и будет безопасен для вас обоих. А если же нет, то зачем вам тогда такой покупатель и готовы ли вы нести большие финансовые риски, большие репутационные риски из-за абсолютно незнакомого вам человека, только потому, что он помахал перед вами пачкой денег. Это помните, как в мультике про Буратино была песенка про дураков, про то, что... Ему покажешь медный грош и делай с ним чохошкула. Помните, вы артист, вы творец, вы делаете искусство. Ни в коем случае не ставьте себя в такую позицию, что ну, я потерплю, ну да, ну, может быть, все-таки прокатит. Не прокатит, нет. То, что вы творческий человек, то, что вы творческая натура, это совершенно не повод вить из вас веревки и заставлять вас нести определенные риски. Ну что, друзья, это был длинный, сложный, но я надеюсь, что полезный и интересный ролик. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Отправьте этот ролик своему знакомому художнику, потому что, к сожалению, есть еще такие люди, которые не гнушаются обманывать нас. И чем больше мы говорим об этом, тем меньше среди нас голодных, обманутых, нищих художников. Большое вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои идеи, что бы вам было еще интересно посмотреть или о чем бы вам было интересно послушать на моем канале. Ну а я буду с вами прощаться. До новых встреч в следующем видео. Всем пока-пока.